Всем привет дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино, сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием Под прикрытием. О чем сериал Под прикрытием сюжет? Сюжет истории разворачивается вокруг вне ведомственного секретного отдела под руководством полковника Егора Соболя. Отдел был специально создан для борьбы с неуловимой преступной группировкой, возглавляемой мифическим призраком. В этом сложном и запутанном деле Соболю помогают опытные наставники, Глеб Дорохов и Николай Аксенов. Участники мощного криминального сообщества своими действиями грозят подорвать стабильность государственного устройства, ведь за спиной главаря — влиятельные люди, а его бойцы всегда оказываются на шаг впереди стражей порядка. Когда кого-то из них загоняют в угол, аресту они предпочитают смерть. Соболь уверен, что его команда имеет дело с идейными фанатиками, для которых призрак — гуру нового порядка, и справиться с ним и его последователями будет очень непросто. 11 и 12 серии. Шрам застрелен. Агенты забирают вирус и осознают, что больше у них не осталось никаких зацепок, которые могли бы привести к призраку. Ханой приезжает на встречу с бизнесменом Бахрушиным и его помощником Вальд ЦМ. Ханой уверяет, что может добыть тот самый вирус R-98. Соболь приглашает Прокофьеву на фотовыставку. Вечер заканчивается в его номере отеля, а утром Прокофьеву едва не убивает через окно снайпер. Соболь сообщает Аксенову, что целью снайпера был он. Тарусов, владелец компании Трианон, рассказывает Соболю о тайном кошельке призрака, Тамаре Сарагудовой, а также называет имена Карамонова и Пермякова. Шамрай и Белохвост устанавливают за ними слежку, но вскоре обнаруживают обоих мертвыми. Понимая, что это дело рук Сарагудовой, агенты все же принимают решение отправить Перову работать к ней в компанию. Им удается узнать о предстоящей встрече во время ужина Бахрушина с неизвестным. Агенты подозревают, что этот человек никто иной, как призрак. Шамрай проникает в VIP-зал и устанавливает скрытые камеры видеонаблюдения. Ханой разыскивает своего старого знакомого Чечика и предлагает дело. В день торжественного ужина неожиданно появляется Дорохов. Перова находит в помещении на верхнем этаже яд и пропуск официанта, обслуживавшего гостей в VIP-зале. Шамрай пытается предупредить собравшихся, что вино отравлено. Сарагудова ему не верит, делает глоток и умирает. Щечик жестоко избивает Карпова и увозит его в неизвестном направлении. Об этом становится известно отряду. Выясняется также, что за несколько часов до смерти Шрам успел инфицировать Карпова вирусом R-98. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу. Субтитры сделал DimaTorzok